Время летит и вот уже на исходе первый месяц лета, точно так же и в киноиндустрии. Совсем недавно мы лицезрели последнюю часть Мстителей от Марвел, пребывая в легком шоке от количества погибших супергероев, как вот уже новая марвеловская премьера, но обо всем по порядку. Поехали! Тур, Рагнарёк, Черная Пантера, Мстители, Война Бесконечности. Вы не устали от эпичности последних блокбастеров Марвел и Волт Дисней? Если их накал страстей и размах событий вас хоть немного утомил, вам придется по сердцу новый марвеловский фильм, где все скромно и по-домашнему. В «Человеке-муравье» и «Оси» действия не выходят за пределы Сан-Франциско, и никто даже не думает о том, чтобы учинить или оставить неслыханное злодейство. 20-й фильм цикла – это одна из самых человечных комиксных историй, которые мы видели за последние годы на большом экране. А еще это, пожалуй, самая добрая марвеловская картина и одна из самых веселых. Она может здорово поднять настроение всем, кто приуныл после войны. Чтобы атака Таноса не растоптала все светлое, что есть в «Человеке-муравье» и «Осе», авторы фильма во главе с режиссером Пейтоном Ридом отнесли события блокбастера к тому времени, когда суперзлодей еще не вторгся на землю. Так что на подвижение сюжета после войны не надейтесь. Новый фильм – это отдельная история, и она касается лишь его персонажей и никого больше. Впрочем, картине это только на пользу. Она полностью сосредоточена на своих приключениях и своем юморе. Первого человека-муравья, вышедшего в 2015 году, не раз критиковали за то, что Хоуп – сверхкомпетентная потенциальная супергероиня, сидела сложа руки и позволяла геройствовать недотепистому Скотту. Это, однако, было необходимо для того, чтобы Скотт мог натренироваться духовно, вырасти и превратиться в супергероя. Ко второму фильму это произошло, и сценаристы выпустили Хоуп в поле. Точнее, они надели ее изощренным суперкостюмом, который позволяет не только уменьшаться, но еще и стрелять и летать. Поэтому Хоуп – это оса. Как мы и предполагали, Хоуп немедленно затмила Скотта как экшн-героиня, поскольку она лучше дерется, быстрее думает и красивее смотрится. Однако это не проблема, так как сюжет картины настолько насыщен, что работы хватает обоим супергероям и еще остается. Порой Скотту и Хоуп приходится полагаться на помощь друзей Скотта, которыми командует его бывший сокамерник и бизнес-партнер Луис – самый смешной персонаж картины. В фильме уменьшают и увеличивают все, что попадает под руку, и это делает захватывающими и непредсказуемыми боевые сцены картины. Вкупе с традиционными рукопашными схватками, перестрелками и автомобильными трюками на гористых улицах Сан-Франциско, фантастические способности суперкостюмов превратили Человека-муравья и Осу в полноценный блокбастер-боевик 21 века. Однако ни компьютерная графика, ни ухищрение каскадеров, ни драйвовый сюжет не затмевают душевную основу фильма. Хэнк и Хоуп спасают родного человека, Скотт боится разочаровать свою дочурку, Луис поддерживает дружбы со Скоттом, семейная и дружеская привязанность пронизывает повествование, и вместе с ней приходит добродушие, которое затрагивает не только героев, но и злодеев. Тех, кто любит комиксные блокбастеры пожёстче и помрачнее, это может не устроить, но тут уж ничего не попишешь. Никакой блокбастер не угодит всем, кто придёт его смотреть. Хотя у Человека-муравья и Осы достаточно обаяния, чтобы достучаться до сердца даже циничного зрителя. Смотрите фильм Человек-муравей и Осавки на Театре «Звезда» с 5 июля. Ну, и давно ты стал Человека-муравьём? Недавно. Случайно, к тому же. Я тоже хочу побеждать злодеев. Вот с победами у меня пока не очень. Просто тебя должен кто-то прикрывать. Привет. Вроде напарника. Марвел представляет Доктор Пим, наслышан о ваших делах. Вы проникли в квантовый мир, и тут вдруг какая-то призрачная сущность украла вашу технологию. А теперь она хочет захватить мир типа. Кто бы подумал, что в час нужды вы придёте к нам. Сам в шоке. Мы же вас грабанули, помните? Вот мы. Сейчас вся надежда на вас двоих. Муравей и Оса в одной святке. Давай за мной. Ну, она, в общем, немного на взводе. Давай понизу, я наверх. У меня крылья. Почему я понизу? Мы умрём. Не хочу умирать. Мы не умерли. Что я пропустил? Мы уменьшились. Человек-муравей и Оса. Я был партнёром Хэнка по проекту Голиаф. И рекордный размер? Ну, в метрах. Шесть с половиной. А ваш? Двадцать метров. Двадцать метров? Ну что, мальчики, мериться закончили? Двадцать метров. Не будем забывать и про наших маленьких зрителей, у которых сейчас золотая летняя пора. Именно для них в кинотеатре «Звезда» организован показ фильма «Джим Пуговка и машинист Лукас». «Джим Пуговка и машинист Лукас» — немецкий семейный приключенческий фэнтези-фильм, основанный на романе классика детской литературы Михаэля Энде. Создателя бесконечной истории. Режиссёром ленты выступил Дэнис Ганзель. Сюжет рассказывает о невероятных приключениях Джима и Лукаса. Картина поведает о сказочной Медландии и её подданных. О загадочном появлении крошки Джима в этой стране и, конечно же, о том, как он с машинистом Лукасом и паровозом Кристофом отправился в удивительное путешествие, чтобы посетить загадочную страну Медландию, встретить мнимого великана Каланча и полудракону Непомука, преодолеть кучу препятствий и спасти принцессу Лишу. Смотрите фильм «Джим Пуговка» и «Машинист Лукас» в кинотеатре «Звезда». И как мы его назовём? Пусть будет Джим. Медландия очень маленькая страна, но в ней те же проблемы, что и в других. От Эммы надо избавиться. Ни за что! Мы уезжаем. Я с вами! Это может быть опасно. Да ничего. Я за тобой присмотрю. Держись крепко! Наверное, это Мандала. Мы машинисты из другой страны. Хотим поговорить с вашим королём. Идите за мной. Как думаешь, Джим, нам идти? Конечно, он так любезно просит. Принцесса Лиси. Меня похитили 13 лютых. Кто-то же должен её спасти. Джим, держись! Лукас, беги! Я вам ничего не сделаю! Меня зовут Тур-Тур. Я только кажусь великаном. Настоящий дракон должен быть очень страшным. Примерно таким. Хватит. Ты страшный. Правда? Ты кто такой? Джим Пуговка! Я пришёл, чтобы спасти принцессу Лиси! На этом сегодня всё. Вы смотрели на телеканале Интекс программу «Кинозвезда». С вами был Александр Меклер. Всем пока! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...